друзья всем привет вы на канале мотовлад с вами владимир и сегодня я решил добавить немножечко контента так сказать по новому мотоциклу вот в ресторале собственно вот так он сейчас выглядит у нас немножечко разобранный снят пластик снимал пластик по причине достаточно банальная причина начала немножечко подкапывать после того как запустил мотоцикл начал немножечко подкапывать с этой стороны я сначала не понял откуда снять пластик и разобраться с откуда же капают и в итоге меня все это дело привело вот к этому месту на этой крышечке от литья завода там есть штуцер такой и на нем немножечко обои осталось и шланг неплотно прилегал из него немножечко подтравливала лечится как снимается шланг откручивается крышечка и просто зачищается этот обои ножичком ну чем угодно и все ставится назад ничего не течет больше так вот собственно могу показать что находится под пластиком у мотоцикла вот штристорале вот мы видим идет жгут проводов это идет на фару приборную панель мы как видим пины все хорошие влага защищенные так здесь вот с этой стороны ходят на все качественные пластик качество радует провода все заизолированы такой синтетический как бы лентой и положены толстой гофре так здесь у меня дополнительно я установил вот такую розетку это у меня будет стоять на щитке приборов чуть выше планочка и держатель для телефона с розеткой как установлю попозже сниму так здесь мы что его собственно видим радиатор алюминиевый присутствует достаточно толстая пластиковая защита здесь с этой стороны расширительный бачок здесь у нас всякие глюшки все аккуратненько собрано то есть все провода также из и хорошо заизолированы все от на стяжках ничего не болтается лишнего ничего нету все закреплено так все шланги у нас здесь затянута хомутами так это собственно что у нас под баком это у нас получается левая сторона под со стороны подножки ну лапки коробки переключения так отсек для установки аккумулятора этот у меня выходит здесь провода до розетки здесь релюшки собственно с ума сюда устанавливается сама батарея здесь у нас реле стартера еще тут предохранители бог так под сиденькой мы видим собственно сами мозги так сказать управление инжектором лица разъем оба д до диагностики он закрывается вот таким колпачком надпись колпачки просто защелкивается вставляется так блок abs у нас находится под баком его отсюда не видно она там под блоком что еще хочу показать вот есть инструмент свой дополнительно еще ключик докинул так вот так вот смотрится как и правильно назвать замка не рамка консоль для установки части фара и пластика не крепится и сверху крепится у нас на где он по панель приборов собственно так давать сейчас начало с мотоциклом закончим так сюда крепится панель приборов ага так у нас здесь замочек зажигания вроде стоит не болтается все так же стянуто резиночки все положено аккуратненько так дальше с этой стороны у нас радиатор заливной горловины пробка с клапаном на клапане написано давление 1 и 1 так на этом же по рынке радиатора у нас установим кулер кулер достаточно большой вот если с рукой сравнить сколько тут сантиметров 15 наверно во всю ширину радиатора идет так еще что мы тут видео а вот вот сам собственно блок управления bs так видно номер что нибудь надпись кому интересно будет он даже штрих-код есть так вот еще что-то у нас под пластиком так здесь у нас этой страны находится фильтр бокс внутри воздушный фильтр откручиваются четыре вот этих болтика это не саморезы то болтики здесь же крепится бачок для с тормозной жидкостью вот собственно все что тут находится вот что у нас спереди как выглядит это я так понимаю угольный абсорбер для экологии все тут аккуратненько все тросики проложены все соединение убраны вот такую как бы колокольчик резиновый чтоб ничего там лишнего вода не попадала никакая так сейчас покажу что тут у нас отсоединяется снимается у нас собственно защита затем снимается у нас вот металлическая рамки затем пластиковая защита снимается она идет также вот на 1 2 3 4 5 6 болтиков крепится она снимать с мотоцикла эта защита сверху подсоединяется панель приборов она крепится также на 6 винтах и вот таких разъемчиков также этим резиновым колокольчиком чехольчиком одета изнутри приборка выглядит вот так здесь есть даже вентиляционное отверстие чтоб не под запотевало там все качественно сделано пластик достаточно хорошего качества так панель приборов так вот сама фара блок фар так вот выглядит если кому-то интересно будет сейчас покажу что внутри так изнутри вот у нас фара знаю я не видел видео на ютюбе что показывали здесь вот эти резиновые чехольчики 1 покажу так под ней находится собственно разъем от габарит этот разъем и сама фара ну не пара лампочка для замены лампа hs1 это как h4 только 30 35 ватт так что у нас еще здесь заглушечки также чтобы они не плотно закрывается чтобы влага не запотевала фара здесь находится вот винт для регулировки фары вверх-вниз так вот это тычки это крепится фара вставляется вот сюда резиновые демпферы на этом крепление тут у нас еще что мы видим разъем поворотники левый правый поворотничек такие крепления гибкие пластинки термоусадки для того чтобы вот этот пучок проводов в них положить закрепить когда вот мотоцикл собран он так внутри вот так идет так вот их два здесь вот один и второй здесь изнутри вот видно что болтики все уже нормальные беленькие не зеленые как мы привыкли у всех китайцев дешевеньких так вот собственно можно полностью не разбирать этот пластик он снимается достаточно легко всяк бы всем вот этим блоком с мотоцикла здесь стоят отдельно панельки сиденья багажник вот сейчас буду потихоньку накидывать все это дело назад на мотоцикл и показывать рассказывать что как крепится мало ли кому-то будет полезным покажу и расскажу собственно набор всех метизов которые на которых крепится весь пластик на мотоцикл вот и весь инструмент который нам понадобится для этого это шестигранник бита стигана на 5 пятерочка и трещо . головка на 10 так вот собственно так еще это крепление для ветрового стекла она крепится уже на пластик на фару когда устанавливается и на нее будет крепиться само ветровое стекло вот для него крепеж просвечу зажигание сама свеча находится вот в таком колодце не идет вот такой длинный колпачок так он снимается просто вверх поднимаете для того чтобы поменять свечу вам все равно придется снять боковой пластик колпачок на свечу видно свеча фотографию приложу и так она надевается до характерного такого щелчка до конца устанавливаем блок фар для этого нам надо завести блок фар держа его снизу так заводим попадаем нижним креплением тачками газиновые демпферы вставляем смотрим что на все отверстия совпали собственно так вот устанавливается затем прокладываем провода сейчас через не скрепим внутри к пластиковым крепежу там он к этим хомутиком и прикручиваем пластик на своими места болты крепежные здесь здесь к радиатору и с другой стороны соответственно также сейчас прикручу дальше продолжим фар мы прикрутили собственно линия самого блока производится раз два три болтика сначала вставляем наживляем болтики со всех сторон выравниваем отверстие потом затягиваем затягиваем без фанатизма от руки не сильно иначе можно сорвать резьбу легко так дальше будем сейчас устанавливать панель приборов так панель приборов у нас ставится вот сюда здесь есть вот это перекладина держатель провода мы заводим под нее неудобно такой снимать дух и показывать под нее заводим вот сюда дальше мы соединяем контакты панель приборов все и ставим приборную панель на свое место сейчас вот видите уже как у мотоцикла преобразилась мордочка установили на место ветровое стекло держатель под него и приборную панель приборная панель крепится в шести местах также ставим панельку она садится легко все в свои места посадочные если у вас что-то не лезет лучше посмотрите может какой-то повод мешает не надо прилагать лишних усилий закручиваем болты сначала наживляем все шесть потом уже подтягиваем подтягиваем также без фанатизма чтобы не совать резьбу вот собственно у меня установлена солишки приобретена планочка для держателя держатель для телефона вот я вот так установил в бок то что мне здесь громоздко будет сразу шаговое крепление высокая у меня телефон встает как раз получается так что он у меня не прикрывает приборную панель он стоит выше на уровне глаз и сзади на розеточка попозже как аккумулятор поставлю я покажу собственно как она тут светится так ну что продолжаем сейчас мы навесили основной пластик на бок сейчас будем крепить уже декоративные панельки защиту картера и другие когда подключаете пабель панель приборов вы не перепутаете там все разъемы разные разного размера вот даже и подписывать не надо в ненужные вы не воткнете не промахнетесь то есть там три их штуки и легко догадаться какой в какой втыкается еще решил подснять моментик вот эта боковая верхняя панель она крепится вот садиться вот на такую штучку на баке то есть панелька когда будете снимать ее она прикручена стоит вы открутили крепление здесь отверстия здесь отверстия но на баке крепления и спереди будет здесь вот крепление вот это как открутили винтики просто отводить ее в боку сюда вот так что по сиденья отводите она слезает с этого крепления и все и сняли после того как установили вот эти декоративные накладочки прикрутили этот болтик прикрутили болтик спереди вот он вот третий болтик потом прикручивается когда уже ставится сюда накладка закрывающая аккумуляторный отсек она единый болтик прикручивающий эту и эту накладку так дальше устанавливаем вот эту защиту защиту двигателя пластиковые крепления основные снизу грами идут через металлические проставки алюминиевые они вставлены в резиновый демпфер и то есть вот всю эту часть не надо разбирать просто она откручивается шесть болтов и крепится крепится она грами вот на эти места и вот сюда с той стороны также плюс вот еще одно ушко клипса для установки заводится панель так вот снизу под пластик заводится здесь также сначала все наживляете снизу сверху и потом уже затягиваете да еще такая вставочка видео весь основной пластик прикручиваются вот на такие коротенькие болтики винтики нижний крепеж вот этот пластика болтики подлиннее то есть их таких длинных четыре штуки и у нас еще два длинных идут для крепления пластика вот здесь то есть с этой стороны и с той стороны по одной и четыре которые держат вот этот нижний пластик то есть всего их шесть длинных болтиков остальное весь крепеж идет вот на таких коротеньких есть два таких коротеньких болтика и у них как бы здесь еще небольшая грань идет от шляпки эти болтики прикручивать у нас вот этот пластик радиатору вот установили пластиковую защиту на место все встает очень легко болтики затягиваем также без фанатизма сначала наживили потом подтягиваем сейчас буду устанавливать защитные дуги защитные дуги крепятся у нас на четыре вот таких вот болта головка на 10 резьба 8 установили дуги на свое законное место также принцип как и везде сначала наживили 4 болта попали все отверстия наживили и потом уже затягиваем затягиваем также без фанатизма при желании можно добавить в резьбу немножечко спазу но чтоб не закисало так сейчас будем навешивать вот эти пластиковые элементы закрывающие фильтр бокс и аккумулятор устанавливаются все базы вот сзади над колесом вот этот пластиковый кожух в нем есть прорези на этой панельки тоже есть такие как их назвать торчки вставляем в них не вставляем сдвигаем к хвосту и здесь вот шпенечек попадаем вот это резиновое отверстие а со стороны аккумулятора все тоже самое аналогично панелька установлена так она выглядит сейчас установлю со второй стороны тогда мы защелкнули совместились отверстия ставили здесь тычек в свое посадочное место все панелька сидит жестко ничего не дребезжит ничего не болтается единственный как бы не знаю конструктивный такой немножечко момент для того чтобы снять доступ к аккумулятору был либо к воздушному фильтру каждый раз придется снимать багажник потому что крепление багажника вам не даст вывести эту пластиковую деталь в сторону чтобы ее снять вот так и дело так ну что вот установили пластиковые панельки закрывающиеся отсеки осталось оставить сиденьку у сиденьки имеются вот такой вот поемчик крючочки металлические и защелку сама этот поемчик мы попадаем сюда на баки металлические крючочки у вас цепляются вот за эти ушки и защелкивается замочек сиденьку получается мы можем попадаем передом тот крепеж смотрим совпало ли у нас отверстие замка нет сиденьку продвинули вперед она встала на свои места и просто защелкнули все на месте мотоцикл готов чтобы его завести все слабо на возможно открыть дверку и завести почему бы и да как говорится ключ на старт смотрим у нас панелька работает все циферки бегают и не забываем снять с передачи иногда забываю нет лавочка а то он не заведется стартуем вот такая вот прелесть так у нас светит пара вот это габариты светодиодные а сама галогеновая лампа проверяем полоротники сразу чтобы у нас работали впереди сзади с другой стороны работает а розеточку хотя вам показать до зарядки так как она включается показывает напряжение сети вот герметичная заглушка и два usb разъема для зарядки здесь разъем для припугивателя на проборе мы видим на панели горит у нас нет лавка сейчас включен значок abs вот эти циферблаты это у нас обороты показывает пробег и переключается общий суточный там все дела так здесь у нас на приборке еще usb разъем для зарядки для зарядки телефона abs отключается кнопочкой держим кнопочку abs отключение видим начала моргать значит abs отключено чтобы включить опять надо опять кнопочку зажать подержать все abs включено вот вот собственно пока что у меня на данный момент все работы сделаны кнопочка горит на этом она тоже в резиновом чехольчике кнопочка видно да оп выключилась все вот собственно все ребята кому было полезно и интересно ставим пальцы вверх не забываем подписываться и ждем нового контакта на канале всем спасибо спасибо за просмотр всем пока спасибо 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 Продолжение следует...